всем привет друзья сегодня вам предложу очень красивую идею по оформлению края изделия на спицах назовем ее манжеты по рапорту здесь получается количество петель кратно 6 у меня еще три петли симметрия и по высоте непосредственно сама резиночка декоративная аэропорт два ряда и переходный период он у нас один это же составит два ряда по высоте переходим все внимание на экран итак друзья сейчас провяжем два ряда рапорта которые уходят непосредственно на формирование самой резинки кромочная петля ну или имитации резинки далее изнаночная с дополнительным накидом внутри 2 изнаночные просто и 3 лицевые петли повторю рапорт изнаночная с дополнительным накидом внутри 2 изнаночная и 3 лицевые петли 1 2 3 2 ряд рапорта начну с трех петель симметрии они у нас имеются перекрещиваю три петли между собой так чтобы первые две петли остались за работой автор 3 петля вытянутая перед работой перекрестила и каждую из петель провязала лицевой теперь основной рапорт 3 изнаночные петли они идут нас по узору на самом деле здесь все очень понятно и доступно и далее перекрещиваю три петли между собой так чтобы первые две остались за работы а длинная петля осталась перед работой перекрестила и каждую из петель провязала лицевой петлей 2 ряда это раппорт вот так называемый декоративной резинки теперь два ряда раппорт у нас уйдут на переходный момент от нашей декоративной резинки к основному узору ну допустим это будет третий ряд раппорта он будет провязываться как 1 изнаночная с дополнительным накидом внутри просто 2 изнаночные петли и 3 лицевые петли так до конца ряда с учетом 3 петель симметрия мы провязываем третий ряд а теперь четвертый ряд он будет заключительным рядом раппорта для перехода с условием что первые два ряда мы будем повторять необходимое количество раз для того чтобы по высоте получить нужный размер нашей резиночки и так четвертый ряд кромочная петля это петли симметрии сначала идут две петли за работой 3 петля перед работы остается перекрещиваем таким образом каждую из них провязываем лицевой и теперь основной раппорт накид провязываю 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку получившуюся петлю возвращаю и перекидываю через нее третью петлю и делаю накид продолжаю раппорт 2 петли за работой остаются 3 петля перед работы перекрестила петли и каждую из них провязала лицевой еще раз повторю накид 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку возвращаю получившуюся петлю и перекидывать через нее третью получается на самом деле 3 петли вместе лицевой делаю накид и завершаю раппорт манипуляции где две петли остаются за работой 3 перед работы перекрестила петли и каждую из них провязала лицевой на этом я заканчиваю раппорт наши резиночки и переходного периода далее уже пойдет основной узор теперь у нас пойдет основной узор в моем варианте лицевая гладь и так как у нас основной узор формируется с изнаночной стороны поэтому первый ряд раппорта я просто провязываю изнаночными полностью и накиды в том числе ну и далее по накатанной второй ряд раппорта основного узора у нас будут лицевые петли 3 ряд раппорта будут изнаночные петли и так до конца ну и у нас идет уже второй ряд основного узора для наглядности лицевые петли полностью на этом друзья я наверное завершу мастер-класс обязательно сохраняйте данную идею своей копилке от вас лайки и позитивные комментарии я жду всем отличного настроения скоро увидимся с новым мастер-классом всем пока